Сейчас в Праге, чтобы снять квартиру, вам нужно 3000 евро. Почему ты хочешь уехать за границу? Мы учим 900 часов, а мы учим 1200 для того, чтобы получить бесплатное образование за рубежом в университетах. Мозги и так будут кипеть от изучения языка учительства. Друзья, всем привет! Меня зовут Егор. Я независимый консультант по вопросам эмиграции, пребывания в Чехии, Словакии и других странах Евросоюза. И сегодня в этом видео мы рассматриваем, какие вопросы нужно задавать для того, чтобы выбрать языковую школу. На что нужно обратить внимание, когда ты общаешься с консультантами, которые работают в этой школе? И какие нюансы бывают? То сразу три вопроса тебе, на которые ты должен ответить перед переездом. Почему ты хочешь уехать за границу? Почему ты выбираешь именно эту страну для переезда? И почему ты собираешься поступать именно в этот университет? Ответы бывают разными. Это абсолютно нормально, если ты уезжаешь в страну, потому что тебе ее посоветовали, друзья. Если ты учишься в университете, потому что просто нужно куда-то поступить. И так бывает, твое мнение изменится. Но эти три вопроса запомнили. У нас едут в языковые школы две группы ребят абитуриентов, как правило, от 16-17 лет. Первая группа едут изучать английский язык для того, чтобы сдать крутые экзамены типа TOEFL, типа ELSO, получить свои баллы и поступить в университет Лиги Плюща и к тому же еще и на стипендию. Вторая группа ребят — это те ребята, которые выбирают страны Европы и другие страны для того, чтобы получить бесплатное образование за рубежом в университетах, потому что многие страны предоставляют именно возможность учиться на бюджете. Сначала мы посмотрим, что языковые школы проходят не только, как правило, многие ребята видят, что языковые школы проходят именно в Чехии и Словакии, допустим. Нет, вот обратите внимание, это страны, в которых есть языковые школы, и они преподают не только английский язык, но и свой местный язык. То есть это и Германия, Испания, и Австралия, и Новой Зеландия, и Турция, и Канада, и Америка, и Чехия, и Словакия, и так далее, и так далее, и так далее. Но нужно понимать, нужно понимать самое важное, что есть изучение языка и какой уровень языка бывает. Каждая школа в рекламе будет вам… Мы учим 700 часов, мы учим 900 часов, а мы учим 1200 часов. В этой табличке коротко представлено, сколько часов на освоение для каждого уровня языка. Но прошу отметить одну важную вещь, что некоторые считают, что вот прям нужен C1 и все, да, для языка. Это неправда. Или C2, да, то есть C2 прям вот это очень хорошо. Неправда. C1 это уровень языка, например, в английском языке, если ты собираешься поступать в университеты Лиги Плюща, и еще и ты хочешь получить стипендию. Для обучения за рубежом на бюджетной основе, да, на местном языке, там, например, Чехия, Словакия и другие страны, Б2 вполне достаточно уровня. К тому же, от него вот учиться, вот мы видим по табличке 200, 400, 550, грубо говоря, 650-700 часов. Если школа предлагает 900 часов, 1000, это уже идет больше маркетинг. Ну, как правило, первый месяц пока раскачаемся, пока начинаем учиться. Но хорошо, качественно выучить язык для того, чтобы поступить в университет, свободно разговаривать на языке, спокойно себя чувствовать в другой стране. Б2 отлично подойдет вам. Давайте посмотрим на вот эту вот табличку. Я ее подготовил, чтобы было более четкое понимание, что такое Б2. Б2 это, ну, во-первых, у нас на экзамене по проверке текста, да, что мы слышим, читаем, пишем, говорим, какая у нас грамматика, какой уровень, и какой у нас лексикон, да, словарный запас. Так вот, Б2 это понимание на слух сложных текстов, фильмов, сериалов с субтитрами на иностранном языке или совсем без них. Мы должны это понимать и хорошо понимать. Читаем художественную литературу, неадаптированные тексты на разные темы и спокойно их понимаем. Пишем сочинения, официальные письма, детализированные тексты расписываем. Говорим, длинные беседы с носительными языками, беглая речь, мгновенная реакция в знакомых ситуациях. Естественно, native speaker нас всегда будет воспринимать на уровне Б2 за чужого, но это не значит, что мы не сможем подхватить и объяснить свои мысли ему на том языке, который мы учим, на котором мы разговариваем, качественно, хорошо. Да, и, конечно, грамматика. Это полное освоение грамматики, а лексический запас слов, то есть словарный запас составляет 3-4 тысячи слов. А вот что касается C1, давайте глянем, C1 это прям уже очень круто. Это настолько круто, что ты можешь работать в топ-менеджером, в серьезных компаниях по типу Microsoft, Oracle, Xerox и так далее, Unilever, ну и подобные компании. И это совершенство знания грамматики, это, естественно, ты можешь академический эссе писать, резюме, аргументировать с выражения, аргументированные выражения своих точек зрения в деловой переписке. Все это является C1. Поэтому для обучения на бесплатном, на бюджетной основе в университетах в другой стране B2 это отличный уровень для того, чтобы начать учиться. И позвольте рассказать немножко о себе. Я являюсь независимым консультантом по вопросам иммиграции и обучения в Чехии, Словакии и других странах Евросоюза. Что значит независимый? Я не имею дохода ни от одной школы. Я работаю только с аккредитованными школами и какого-то прямого постоянного дохода от школ у меня нет. У нас есть только партнерские соглашения. И что это значит? Я могу спокойно подбирать любую школу, которая соответствует вашим требованиям. Подбирать языковую программу вне зависимости от именно школ. Мы можем выбрать то, что подходит именно вам. У каждого своя история, у каждого свой случай. Поэтому это мы рассматриваем индивидуально и с каждым все это прорабатываем. Помимо этого мы рассматриваем общежития, которые доступны. Возможно, один из бонусов, что мы получим более качественное общежитие с более хорошим местом. Возможно, если вы хотите получить квартиру, мы снимаем для вас квартиру. Я со своими коллегами работаю не один, это тоже могу вам предоставить. Разбираем вопросы и все тонкости по поводу контрактов. Какие есть штрафы, какие есть подводные камни в школах, где там доплаты, где недоплаты. Дальше об этом рассказываю в видео. И, естественно, один из основных бонусов мы с вами будем общаться после того, как вы поступите в языковые курсы на протяжении 5, а то и 8 лет до получения вашего ПМЖ. А далее мы переходим к следующему слайду и он нам будет повествовать о том, где в каких странах существует бесплатное высшее образование. На самом деле их больше, я взял основные, самые популярные. И, конечно, единственное, что я должен сказать вам, что самый логичный вариант это отправляться на родину изучения языка. Чешский в Чехии, Словацкий в Словакии, немецкий в Германии, испанский в Испании. И если же вы именно те абитуриенты, либо их родители, кто хочет поступить за границу для будущего бесплатного обучения в университете, то, конечно, нужно выбирать сразу же страну, в которой вы будете продолжать учиться. И лучше вообще, идеально, что учиться сразу же в этом университете языковым курсом. Так как сейчас визы не выдаются, как я уже говорил, до марта 2023 года отстранено рассмотрение виз, после марта они будут их рассматривать, поэтому отличный вариант и возможность переехать в Словакию. Если даже вы хотите поступить в Чешский университет, не все потеряно, ничего страшного, вы ни в коем случае не потеряете год вашего обучения. Нет. Что такое переезд в Словакию? Это вы отправляетесь с 15 сентября на обучение, вы учитесь при университете, в одной школе там даже есть экономический университет, при котором вы учитесь, вы живете в Братиславе, и вы можете поступить, изучив словацкий в Чешский университет, вы будете понимать, что говорят преподаватели, потому что раньше это была одна страна, вам не надо переучиваться чешскому, вы можете диплом сдавать на словацком, который вы выучили, вы будете понимать всех местных жителей, и вот по поводу диплома это прям по закону можно, то есть не нужно какую-то грамматику, там учить чешскую, отдельное переучество, ни в коем случае. И так как поступление начинается уже после января месяца, первые приглашки подаются, то вы, получается, будете учиться в Словакии октябрь, ноябрь, декабрь, и в январе уже начинается какое-то движение, в феврале-марте вы уже готовитесь к поступлению, а в мае месяце вы уже в принципе можете спокойно переезжать в Чехию, да, то есть либо подготавливаться переезжать, подготавливать документы, разбираться, и с сентября уже идти и учиться в университете, если вас примут, да, в университет Чехии. Поэтому Словакия просто не популярный вариант, он не распиаренный вариант, но это отличный вариант. К тому же я не скажу, что Словакия слишком дешевле в Протиславии, слишком дешевле, чем в Праге, но есть возможность съема и общежития, и съема квартиры, и да, конечно, лишние там пару тысяч евро за год вы точно сэкономите, проживя в Словакии. Ну и жители именно Словакии, они очень добродушны и очень хорошо относятся к приезжим ребятам из России, из Белоруссии и других стран также. Ну, а следующий слайд, к которому мы переходим, это самый главный вопрос, на котором все начинают ругаться. Столица или небольшой городок? Где мы будем проживать, где мы будем жить? Очень большая и больная тема для общения, но мое мнение, оно неизменно, и задайтесь вопросом, зачем ты едешь в другую страну жить, и ты хочешь как-то улучшить себя, ты хочешь покорить какие-то высоты, которые ты еще никогда не брал, и зачем тебе уезжать в город с меньшим населением и не покорять столицу? Это очень странно. Раньше был миф о том, что якобы в соседних городах это не столичные города, там дешевле, но сейчас цены выровнялись, я сейчас говорю именно о Чехии, и какого-то смысла переезжать не в столицу, я, если честно, не до конца понимаю. Плюсы в столице, мне кажется, неоспоримы. Помимо большего количества университетов и больше гибкости, ты можешь не понравиться университет, сменить его, поступить в другой университет, на ту же специальную, да? Помимо этого, университет в 21 веке, это уже не только про учебу и про хороших преподавателей. Нетворкинг. Сейчас это уже не только про образование, сейчас это про нетворкинг. Как правило, те ребята, которые чего-то хотят добиться, они приезжают именно в столицу, покорять столицу. Так в любой стране происходит. Вам не нужно отправляться в какой-то небольшой городок. Едьте в столицу, знакомьтесь с самыми перспективными людьми, с теми людьми, у которых горят глаза, которые ничего не боятся. Перенимайте их опыт, они будут из совершенно разных стран, они будут разговаривать на разном языке. Вы помимо чешского языка выучите не только, или там словацкое язык, а кто едет в Словакию, не только этот язык выучите, выучите также еще и английский язык. Поэтому нетворкинг это одно из самых важнейших вещей, ради которых человек в 21 веке поступает в университет. К примеру, Лига Плюща. Люди туда идут не только за качественным образованием каким-то, нет, нетворкинг. Это люди, которые там учатся, это важно. Ну, естественно, не все у нас ребята, которые приезжают, могут позволить только учиться и не работать. Я сам подрабатывал, когда был в университете, и подрабатывал на такой работе, чтобы я мог совмещать с учебой. Поэтому в столице возможность подработки, ну, она на несколько порядков выше. Тебе не нужно идти в магазин развешивать вещи, ты можешь быть и промоутром, и работать в туризме, например, в той же Праге. И это хорошие деньги за небольшое количество времени, за плавающий график, и ты можешь выходить на работу часто, тогда, когда тебе удобно. Не спрашивая там разрешения у кого-то и так далее. Здесь очень распространены моменты комиссионных, вот, и возможно, тебе будут платить в часовую ставку меньше, там, 4-5 евро в час. Но комиссии ты получишь там в день 4 часа поработав 50 евро, а бывает 100 и 150 евро ты получаешь. Это все реально, это все возможно. Да, надо будет разговаривать на английском языке, но вам достаточно выучить буквально несколько фраз. Любой человек может подготовиться, ну, потому что туризм это все-таки на внешний рынок, поэтому приезжают иностранцы. Но подготовиться к такой подработке можно за 3 дня без проблем. Больше выбора языковых школ и программ обучения. В столице присутствует лояльное отношение к иностранцам. Никто не смотрит на тебя там через дорогу, «О, новый человек приехал, да, вот понаехали». Нет, здесь все понаехали, причем как раз локалы из центра города, как правило, выселяются, и центр города заполняют именно иностранцы, цезинцы, если на чешском говорить, да. И поэтому это очень комфортно. То есть ты как все. Это классное ощущение, и очень приятно так жить. Выбор развлечений на любой вкус. Хотите бары, хотите клубы, окей. Но так как мы еще, может быть, нам 17 лет, бары и клубы у нас не в приоритете, то это квест-румы, это различные походы по городу, это оперы, это театры, это кино, это все что угодно. В столице, естественно, это в разы больше, потому что больше людей живет, больше людей пользуются, особенно там в такой столице, как Прага-Братислава, да, куда еще и туристы приезжают. Транспорт. Быстро, дешево, удобно. Как внутренний транспорт по городу, так и транспорт, который позволяет тебе путешествовать. Аэропорт, больше направлений, больше возможностей вылета, эти вылеты дешевле, естественно, из столицы. Так же, как и главный железнодорожный вокзал, который соединяет, например, в Праге, весь центр Европы. Ты оттуда можешь отправиться куда угодно, на автобусах, и все это, ну, проходит в столице города. Конечно, классно. Как я уже сказал, дорого, это мифы. Сейчас цены усреднились. Многие говорят, что это там неблагоприятная экологическая обстановка, но мы сейчас говорим о Чехии и Словакии. Это не те города, где возникают проблемы с высоким уровнем преступности, дорогим проживанием, экологией и все остальное. Ну, а небольшой город, вы видите на экране, минусы налицо. Я вам сказал уже о плюсах столицы. Поэтому все-таки, если вы собираетесь переезжать в небольшой городок, зачем? Едьте, покоряйте столицу, ничего не бойтесь, потому что переезд из небольшого городка в столицу через год, через два выйдет намного дороже, и зачем вам такая трата? Сейчас в Праге, чтобы снять квартиру, вам нужно 3000 евро. 1000 евро – это за первый взнос, за месяц оплаты, вторая тысяча евро уходит риэлтору за работу, который нашел вам квартиру, и третий тысяча евро – это сумма, которая возвращается в конце, когда вы съезжаете. Поэтому это очень серьезные деньги. Ну, так и для чего вам начинать все в одном месте, а потом снова переезжать.